МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о главных новостях прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. Нежелательные результаты. Нарушение самоизоляции привело к кратному росту числа заражений. Точная арифметика. Медики, работающие с разившимися коронавирусом, пациентами начали получать дополнительные выплаты. В особо крупном размере местного жителя, торговавшего наркотиками, ждет суровое наказание. Гулять и заниматься спортом на улице можно, но в маске и соблюдая социальную дистанцию. В республике смягчают условия самоизоляции и ужесточают режим ношения масок. Это одно из решений, принятых по итогам рабочего совещания в Рио главы республики. Ранее ношение маски было рекомендательной мерой, теперь стало обязательной. С 12 мая и до особого распоряжения все жители Чувашии обязаны защищать органы дыхания, находясь в транспорте и общественных местах. Ситуация может измениться очень-очень быстро. И в какую сторону эта ситуация пойдет, изменится, зависит вот только от нас. От каждого из нас, кто где находится, на рабочем месте, прогуливается или иные функции выполняет. Важно просто придерживаться всех тех мер безопасности и быть дисциплинированными самому, следуя рекомендациям врачей и Роспотребнадзора. Мы вышли на улицы Чебоксар, чтобы узнать, как жители города относятся к решению властей ужесточить режим ношения масок. Очень хорошо. Это ради нас. Мы должны опереться, чтобы не заразить. Или заряженные, чтобы другого не заразили. Мне кажется, это все нормально. Я полностью согласен. Маски с маской? Да, даже если просто выхожу на улицу, например, мусор вынести. Иногда тяжело, но это вынужденная мера. У нас есть внуки, поэтому без масок это какую-то заразу всякую принести домой и заразить внуков – это нет, конечно, нет. Говорят, нужно слушаться всех врачей и всех то, что нам говорят, слушаться надо. Носить маску и перчатки носить обязательно. Если все мы будем маски носить и перчатки носить, то у нас быстрее закончится наш коронавирус. Вы видите, я сама хожу в маске и считаю, что все маски должны одевать без исключения. Особенно в общественных местах. Тем более сейчас немножечко какое-то есть послабление и люди должны сами думать о своем здоровье. Тем временем нарушение самоизоляции в майские праздники привело к кратному росту числа заражений коронавирусом. 12 мая по данным сайта СтопКоронавирус.РФ в Чувашии 1282 случая заражения, из которых 62 за последние сутки. Подробнее расскажет Рифат Фаткулин. Если в начале майских праздников у более 90% заразившихся коронавирусом пациентов в республике заболевание проходило бессимптомно, то сегодня стало больше людей, имеющих ярко выраженные клинические проявления. Если на входе в праздничный период в конце апреля, в начале мая текущего года мы с вами могли строить достаточно оптимистичные прогнозы и говорили про возможность даже открытия или дать разрешение работы торговым центром, то, как уже я выше обозначил определенные показатели, по окончании этого праздничного периода статистика и ситуация в корне поменялась. Так что с сегодняшнего дня жителям республики разрешается только гулять и заниматься спортом на улице, но с соблюдением дистанции. Олег Николаев подчеркивает, в общественных местах носить маску обязательно при посещении магазинов, при поездках в транспорте, такси и на работе. Дорогие земляки, еще раз напоминаю, что ситуация может измениться очень-очень быстро. И в какую сторону эта ситуация пойдет, изменится, зависит вот только от нас. От каждого из нас, кто где находится, на рабочем месте, прогуливается или иные функции выполняет. Важно просто придерживаться всех тех мер безопасности и быть дисциплинированными самому, следуя рекомендациям врачей и Роспотребнадзора. И самое главное, перетерпеть некоторое время, уважаемые друзья. Ожидаемые 100 данных и в сфере занятости. Число безработных в Чувашии по сравнению с началом года выросло в 4 раза. Пандемия оставила без работы почти в 18 тысяч человек. Для таких граждан предусмотрена государственная поддержка. Так, гражданам, уволенным и признанным безработным, начиная с 1 марта текущего года, пособие по безработице в апреле-июне устанавливается в размере 12 130 рублей. Таким безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, помимо этого пособия, дополнительно выплачиваются еще по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. При дальнейшем снятии ограничений будут учитываться три главных показателя. Прирост новых случаев заболевания, наличие места в больницах, незанятыми должны оставаться как минимум 50% коек и число проведенных тестов. Пока наша республика проходит только по последнему критерию. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. И как сказал временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев, ни о каком открытии торгово-развлекательных центров речи быть не может. Экономика региона требует оперативных решений. Она сейчас переживает не лучшие времена. Под ударом оказались системообразующие предприятия транспорта, ЖКХ и строительство. Дополнительные меры господдержки, необходимые для функционирования организации предприятий Чувашии, обсудили на заседании оперативного штаба по экономическим вопросам. В апреле этого года уровень сбора за услуги ЖКХ упал на 13 пунктов. По прогнозам Минстроя, управляющие компании могут недосчитаться 50-60% доходов. Соответственно, под угрозой запланированы ремонтные работы и подготовка к отопительному сезону 2021. Строители, коммунальщики ищут выход. В качестве мер господдержки для предприятий строевого отрасли и ЖКХ предлагаем включить в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанных с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Транспортники ждали увеличения маршрутов с 12 мая. Однако, эпидемиологическая ситуация в республике не позволяет увеличивать пассажиропоток. Тем временем, ежемесячные лизинговые платежи перевозчиков Чувашии в общем составляют около 52 миллионов рублей. Перевозчики несут потери. Во избежание коллапса среди пассажирских перевозчиков Минтранс Чувашия предлагает совместно с Минфином Чувашской республики разработать финансовый механизм компенсации перевозчикам лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов из республиканского бюджета Чувашской республики и начать эту компенсацию в июле 2020 года. Юридические нестыковки не позволяют порой многим организациям быстро получать меры государственной поддержки. В этой связи ряд обращений уже направлен в правительство Российской Федерации. Олег Николаев подчеркнул, что новые меры поддержки населения и экономики, анонсированные президентом России Владимиром Путиным 11 мая, оперативно должны быть включены в план работы на уровне региона. Нам очень важно подумать, какие еще сегменты или сектора экономики отдельных отраслей требуют более повышенного внимания с тем, чтобы они не остались за пределами государственной поддержки. На сегодня в федеральный перечень системообразующих предприятий вошли лишь 8 организаций Чувашии. В основном это крупные заводы, такие как Хевел, Химпром, Элара. Однако по инициативе региональных властей список может расширяться. Ирина Волкова, Трияна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Прямые выплаты тем, кто на передовой. Медики, работающие заразившимися коронавирусом, пациентами до 15 мая в обязательном порядке получат апрельские надбавки. В долгий ящик решения этого вопроса откладывать нельзя. В Рио главы Чуваши Олег Николаев на республиканской планерке дал 4 дня и пообещал лично все проверить. Денежные средства, предусмотренные для выплаты врачам и иным работникам здравоохранения, которые положены соответствующие выплаты в связи с решением президента, имеются в наличии. Работа организована. Эту работу ускорить. И в обозначенные сроки президентом, это до 15 мая, предоставить все необходимые доклады и отчеты. Первое. Впоследствии эту ситуацию держать под жестким и строгим контролем. Медработникам предусмотрено направить на апрельские выплаты более 36 миллионов рублей. Из этих средств производится дополнительное начисление для медицинских работников, занятых диагностикой и лечением больных коронавирусом. Всего доп. выплаты положены 3462 работникам. В их числе 1105 специалистов скорой медицинской помощи. Они ее уже получили. Это врачи 50 тысяч, 25 тысяч, средний медперсонал, водители 25 тысяч и санитары 25 тысяч. Также они получили по 415-му постановлению правительства Российской Федерации. Это врачи 20 тысяч, средний медперсонал 10 тысяч и 5 тысяч это фельдшера по приему и передачам вызовов, которые передают нашим бригадам сведения, куда им ехать. В настоящий момент по 484-му постановлению выплаты все полностью осуществлены 8 мая. В режиме видеоконференц-связи врачи скорой помощи со стажем рассказали о том, как кстати оказались для них эти деньги. Ну, я работаю на скорой помощи с 80-х годов. Уже 32 года, как говорится, ветеран. Работа у нас тяжелая. Работаем мы в графике 8 дней на работе по 12 часов. Больнее тяжелое было, потому что салонный вирусный эффект поражает легкие. И все время приходится следить. Оборудование хватает, обеспеченное полностью всем. Вот сейчас старые выплаты мы получили, это, конечно, для нас был шок. По инициативе в Рио главы республики Олега Николаева из бюджета Чувашии дополнительно выделено 28 миллионов рублей на стимулирующие выплаты категориям работников, которые не подпадают под федеральное вознаграждение, но также участвуют в борьбе с коронавирусом. Наталья Мальчикова, Рифат Фаткулин, Юрий Марков, Республика. В Чебоксарах расследуют убийство подозреваемой в совершении преступления задержан в Нижегородской области. Им оказался неоднократно судимый житель Козловки. Сейчас проводятся следственные мероприятия. По версии следствия, вечером 10 мая во дворе одного из домов в Чебоксарах возникла потасовка, исход которой оказался весьма трагичным. Подозреваемый в ходе ссоры, возникший с его 37-летним знакомым, нанес ему не менее четырех ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени, а подозреваемый скрылся с места происшествия. Благодаря оперативному взаимодействию сотрудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской республике и сотрудников МВД по Чувашии установить местонахождение подозреваемого удалось в кратчайший промежуток времени. Следователям решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемого в совершенном преступлении будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет. И еще одно нарушение закона. В Чебоксарах сотрудники транспортной полиции задержали местного жителя, который занимался распространением наркотиков. 33-летний мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков. Установлено, что чебоксарец приобрел через тайник закладку партию наркотического средства общей массой более килограмма и пытался продать партию по частям. Наркотики обнаружены в вещах задержанного в ходе личного досмотра и при обыске жилья подозреваемого. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество относится к наркотикам. Вес обнаруженного сейчас чебоксарец задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное в этом случае, пожизненное лишение свободы. В администрации главы Чувашской республики состоялась встреча с финалистами и полуфиналистами ежегодного всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Речь шла о возможном сотрудничестве при подготовке и организации местных конкурсов. Обсудили формат взаимодействия сторон в организации двух республиканских конкурсов «Управленческая команда и команда молодых лидеров». Напомним, они проводятся в соответствии с указом временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Олега Николаева. Опыт, накопленный участниками федерального проекта, очень важен. «Они призваны для того, чтобы привлечь таких же молодых лидеров, будущих лидеров, которые хотят быть управленцами, но еще не имеют достаточного опыта в этом, чтобы представлять серьезную управленческую команду, но стремятся к этому в первую очередь, конечно, для молодежи». Планируется, что финалисты и полуфиналисты всероссийского управленческого конкурса станут наставниками нынешних конкурсантов. Многие готовы поработать экспертами, модераторами и спикерами. «Я так услышал, что там больше 50% студентов, верно? Да, соответственно, студенческую часть можно, скажем так, забрать под себя, в том плане, что мы будем для них наставниками». Уже поступило более полутора тысяч заявок. Эти люди станут участниками команды молодых лидеров. Регистрация на конкурс «Управленческая команда» пока продолжается до 15 мая. И на данный момент подано 239 заявок. Вячеслав Борисов выразил признательность за неравнодушие и готовность к сотрудничеству. Конкурс должен стать началом совместной работы на благо республики. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. В республике продолжается посевная кампания. Особенности этой весны в том, что аграрии вышли в поля раньше обычного, но потом из-за погодных условий вынуждены были снизить темпы. По оперативным данным на 12 мая в сельскохозяйственных и фермерских хозяйствах республики посеяно около 115 тысяч гектаров яровых. Это составляет Ария Яльчиковского района первыми в республике выполнили план сева. В остальных районах работы все еще ведутся. Темп сева яровых, зерновых и зернобобовых культур в республике составил 7,5 тысяч гектаров в сутки. Бессмертный полк онлайн. Более 100 тысяч публикаций под хэштегом «Окна Победы». Более 130 тысяч снимков. И это только в Инстаграме. 9 мая 2020 запомнится как самое интерактивное празднование Дня Победы. И от этого еще более эмоциональное. Мы всегда ходили на парад. В этот раз у нас не получилось. И поэтому мы решили сделать «Окна Победы» дома. «Окна Победы» стали такой же массовой акцией, как и «Бессмертный полк онлайн». Он прошествовал по страницам соцсетей и телеэкранам. Сегодня в сети тысячи видеороликов о наших земляках. Они размещены под хэштегами «Вместе гордимся» «Перле Мухтанадпар». Смирнов Евгений Осипович в сентябре 1942 года моего прадедушку молодого и красивого парня, которому не исполнилось 18 лет, призвали в армию. Георгиевская лента облетела почти всю страну. Ее передают из рук в руки жители самых отдаленных городов. Она объединила и Чуваши. Георгиевскую ленту по всем городам и районам республики принесли волонтеры, читая слова поэмы Петра Хузангая «Таня». Будь бесстрашной, честной, смелой, ты твердила мне. Час настал и смелость делом докажу стране. Строки, опаленные войной, звучат через социальные сети по радио и телевизору. Уже второй год в эфире национального телевидения мы читаем стихи ко Дню Победы. Мы шли, не шли, забывая про отдых мимо воронок, пожарищ мимо. Ща бжухерни, а затря амыш в льне. Щендерзекильми пиллере паттерщар бушни. Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова благодаря акции «Наш День Победы» зазвучала на чувашском языке. Ее услышали все регионы Приволгского федерального округа. Любой текст, и поэтический, и прозаический, и драматический, можно сказать, с любого текста на чувашский язык переводить очень легко. Песня «Наш День Победы» Песня «Наш День Победы» Песня «Наш День Победы» для ветеранов прямо во дворах исполнил оркестр Росгвардии. Парад у дома ветеранов поддержали во всех регионах нашей страны. Она очень-очень удивилась, что в этом году ее первый раз так поздравляют с оркестром. Ну, она сказала, что почему не этот, ну, домой нельзя заходить. Пришлось объяснить из-за вот вируса. Очень была довольная, слезы прям капали, можно сказать. И нет худа без добра. Невозможность добраться вместе в День Победы сделала еще более дружными и сплоченными. Такого масштаба празднования, как в этом году, еще не было. И, похоже, новые традиции приживутся. Это праздник Сиреной на рисках Это радость Со слезами на глазах День Победы в едином порыве спели 9 мая в 19.01, сразу после минуты молчания, на которую прервали свое вещание все телеканалы страны. Возложение цветов к вечному огню режим ограничений все же не отменил, пусть в ограниченном составе и со всеми мерами предосторожности. В память о погибших в войну и о тех, кто ушел от нас в послевоенные годы, в окнах зажглись фонарики. Свет, померкший для них когда-то, загорелся вновь. В Чувашию придут холода, солнечная погода может смениться дождливой уже в ближайшие дни. По данным синоптиков, в республике станет не просто холодно, но еще сыро и ветрено. Резко похолодает в четверг, ночью воздух остынет до нуля градусов, а днем будет не выше 10-15. С 14 по 19 мая температура воздуха на высоте облаков понизится до нуля 5 градусов мороза, поэтому дожди могут пройти в перемешку с мокрым снегом и ледяной крупой. Сильные осадки ожидаются в пятницу и субботу. За сутки может выпасть половина месячной нормы влаги. Кроме того, усилится западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В ночь на воскресенье возможны заморозки почвы. Не исключено, что майское похолодание затянется до конца месяца. Об этом говорят погодные циклы, связанные с фазами Луны. Судя по ним, самое большое отклонение от нормы ожидается 21 до 23 мая. Кроме того, в третьей декаде месяца станет больше дождливых дней. В результате, количество выпавших осадков в Чубоксарах в нынешнем мае может превысить норму в полтора раза. Таковы новости вторника. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова